Коренной народ с финно-угорскими корнями считает, что масштабный проект по добыче газа сократит численность рыбы и скажется на качестве воды. Юсик Анткинин. Уильсинген Санамать, Финляндия. 4 июня 2018 года. Сабета. На полуострове Ямал в северо-западной Сибири живет 10 тысяч немцев, представителей народности с финно-угорскими корнями, из которых больше половины ведут традиционный кочевой образ жизни. Ненцы постоянно живут в чумах в тундре и преодолевают на оленях больше 2000 километров ежегодно. На жизнь коренного населения, безусловно, влияет гигантский проект в российской Арктике. Речь идет о добыче газа в вахтовом поселке Сабета. За деревней с чумами, где живет молодой ненец Семен Яунгаат, мерцает огнепромышленные зоны поселка. Летом его олени пасутся вблизи международного аэропорта Сабета. Яунгаат с осторожностью подбирает слова для проекта Ямал-СПГ в Сабете. По его словам, от газового месторождения есть и польза. Благодаря ему в деревне с чумами есть мобильная связь. Теперь в экстренных случаях можно вызвать скорую помощь. Новый сосед также открыл перспективы для бизнеса. Работникам месторождения можно продавать мясо и рыбу. На этом хорошие новости заканчиваются. Большинство коренных жителей Ямалы настроены в отношении проекта гораздо критичнее. Россия преподносит себя как энергетическую сверхдержаву, но на Ямале царит атмосфера колонии. Для бензопил ненцам нужно топливо, но они не могут заправить их в Сабете, и им приходится привозить бензин на мотосанях за 100 километров из села Сеаха. Местное население не может пользоваться аэропортом Сабеты. И не все бы захотели, потому что он был построен на светом для ненцев месте. Омывающая полуостров Ямалопская губа похожа на море, но на самом деле это пресноводный залив, в который впадает река Опь. Отсюда получает воду в том числе и село Сеаха. Сейчас по трубам села течет соленая вода, потому что залив стал соленым. Еще более печальный факт, из обской губы пропала рыба. Раньше было очень много омуля, но сейчас его количество резко упало. По словам чиновников, рыбы стало меньше из-за браконьерства, но местные жители такому объяснению не верят. Все эти перемены произошли тогда же, когда строили Сабету, рассказывает Илья Салиндер, живущий в селе Сеаха. Вероятнее всего, все дело в дноуглубительных работах, в ходе которых со дно Обской губы подняли 16 миллионов тонн песка для строительства дорог. Еще в 2012 году исследователи предупреждали, что подобные работы могут повлиять на численность рыб и соленость воды. Газовое месторождение занимает 6% пастбищ, предназначенных для оленеводства на полуострове. Однако на практике более губительное воздействие оказывают на пастбище трубы, автомобильные и железные дороги. Кроме Сабеты на полуострове есть гигантское месторождение Газпрома Баваненкова. К нему ведет самая северная в мире железная дорога, которую планируют продлить еще дальше на север. До самой Сабеты. В планах Газпрома – расширение региона по добыче газа до северного месторождения, а оно находится на важных пастбищах. Ненцы замечают изменения по новым трубам и буровым вышкам. В тундре ни с кем не советуются. Компания Новотек заключила договор с местной администрацией, на основании которого она оказывает населению материальную помощь. По сообщению компании, она предоставила работу 24 ненцам. По данным Новотек, вода не стала значительно более соленной, и проект не повлиял на численность рыбы. И проблема с нехваткой дров, которая беспокоила всех в апреле, уже решена. Добыча газа в этом регионе дает новые налоговые поступления, при помощи которых финансируются оленеводческие хозяйства. Больше половины оленины, производимые на Ямале, 500 тонн в год, поступают на завод городарованиями финской фирмы Polarico, Polarichai. По информации издания Хельсинген Санамат, Хельсинген Санамать, здесь оленина стоит вдвое дешевле, чем в Финляндии. На пастбищах становится тесно еще и потому, что поголовье оленей достигло рекордных 300 тысяч животных. За эти места начали бороться и дикие олени, пришедшие с севера. Их появление можно объяснить по-разному. Одно из предположений – открытие судоходного пути по Обской губе. Он идет еще дальше на юг. Терминалу для отгрузки нефти «Газпромнефти». Считается, что из-за появления судоходного пути дикие олени больше не могут передвигаться между восточной частью Гайданского полуострова и Ямалом.